Жительница Карачаева Черкесской Республики, станицы Преградной Урупского района. Мой муж 24 января 23 года добровольно мобилизован. Местные власти Урупского района мне обещали оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. А что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Сергей Владимирович Корнин, председатель сельского муниципального поселения, все время на протяжении меня обманывал, говорил привезу, привезу, привезу. Но в результате привез два билета в цирк. Расправьте свои плечи, расправьте грудь, вдохните поглубже и скажите «Слава России!» Когда я ему сказал, Сергей Владимирович, когда будут мои дрова? Он мне сказал, не стесняясь, пожал плечами и сказал, Ира, наверное, дров возможной не будет. Я вас поставил в очередь. Я ему говорю, какую очередь вы могли меня поставить без моих документов? Он сказал, ну не знаю, скорее всего не будет. Я вынуждена обратиться к вам за помощью. Надеюсь, вы откликнетесь. У меня дома два инвалида. Положите просто пальчик на свои глаза, ну примерно вот так вот, вот положите, вот так вот. Сделайте. А что вы будете чувствовать? Первое, чего вы не будете чувствовать, это никакой дремоты. Что-то говорят, что боются украинские войска, героически сражаются. Ну, наверное, да, но должен сказать, что украинские войска героически сражаются за то, чтобы их детям было запрещено говорить на родном языке. Украинские солдаты умирают за то, чтобы их детям и внукам было запрещено ходить в церкви православные, чтобы эти церкви были отданы сатанинским бандам, которым сейчас Зеленским пытается отдавать. Они сражаются за то, чтобы их дети никогда не узнали настоящую историю, как она была их родной страны, чтобы они всегда были в ситуации лжи. Эти солдаты украинской армии отдают свою жизнь за то, чтобы их дети и внуки всегда были рабами своих каких-то заокеанских господ. Особенное опасение вызывает стремление некоторых политиков обосновать практику фиктивных так называемых референдумов, которые призваны как-то придать юридическую значимость вот этим рейдерским захватам. О чем идет речь? А речь идет о том, что судьбу общины и судьбу храма, по мнению некоторых представителей украинской власти, должны решать все. Вот для того, чтобы стала очевидным неправомерность, а в каком-то смысле просто глупость этого предложения, Давайте представим себе, что судьбу банка решают все. Не учредители, а все, кто живет на этом месте. Вы что, с ума сошли, что ли? Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов. Четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. В Европе предложим также, как и Херсонской области, провести референдумы. Конечно же, присоединиться и Франции, пускай это будет Французская республика Российской Федерации, немецкая какая-то область. Ну, пожалуйста, мы всем готовы как раз вот равнозначно сохранить социальные права, дать необходимое количество газа, топлива. То есть жить, как когда-то мы жили в Советском Союзе. Только мы теперь растянемся от Тихого океана до Атлантики. Дорогие жители Российской Федерации, наступило время. С 23 по 27 сентября мы проводим референдум, в котором вы можете голосовать за присоединение Голландии. Ну и вы это, конечно, хотите. Перестаньте слушать лжи Путина. Он скрывает от вас, что исторически Россия принадлежит к Нидерландам. Наступило время объединиться. Наш король Вильям IV тоже ведь ваш король. В 1816 году Анна Павловна, дочь старя Павла I, вышла замуж за Вильям II, предток Вильям IV. Ну да, он плохо говорит по-русски, но он и плохо говорит по-голландски. И ничего, справляемся. Путин это все будет отрицать. Но посмотрите, вот он пьет голландское пиво со своим королем. На здоровье! И это же не случайно, что родная дочь Путина годами уже живет в Ворсхотен. Поверьте, там по кайфу никто не живет. Только за свою настоящую родину. У вас в самом дурном сне не могло возникнуть то, что родится в Киеве власть нацистско-бандеровская под прикрытием ЦРУшникова. Что эта власть отдаст приказ расстреливать Донецк, который уступал по красоте и мощи только Киеву. Эта власть временна, которая сидит в Киеве, незаконна, и она обязательно рухнет. Что бы они там ни делали, и как бы они ни изображались. Экономику они добили, малый и средний бизнес изуродовали. Что касается выбора, простой криминал, и вы это увидите в ближайшее время. На серьезные соглашения эта публика не согласна. Диалог вести с Новороссией и Донбассом не хочет. Нормальная власть будет. Там три требования было на Донбассе. Родной язык, нормальное экономическое отношение и поддержка базового производства. Они обирали всю... Все, чтобы садиться в Новороссии от Харькова до Николаева, Одесса, это и есть Новороссия. Она давала три четверти в казну Киевскую. И поэтому сейчас они истребляют это, а сами ничем не занимаются. Поэтому она обречена. Но мы не можем согласиться с тем, чтобы под боком рядом с нами появились натовцы. Если натовские базы возникнут под Харьковом, подлетное время до Москвы 2-3 минуты. Вы штаны не оденете, как вам все обесточат. И вы не в состоянии будете нажимать на те кнопки, которые связаны с ракетно-ядерной и космической техникой. Поэтому у нас вопрос принципа. Мы помогали Новороссии, будем. Вы учитесь, растите. И вы будете, как вы построите, вот республику нашу, такое она и будет. Покажете, как нужно жить в нашей стране. И никогда никому не отдавайте нашу великую родину Новороссию. Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в аду. Слово пионер считалось таким себе немножечко ироничным. Но нет. Это слово несет великий смысл. Вступая в ряды пионерской организации. Пионерской организации. Перед лицом своих товарищей. Перед лицом своих товарищей. Что? Опять? И жить на благо своего народа. И жить на благо своего народа. Это несущие конструкции российской государственности. Наш генетический и культурный код. Владимир Владимирович, ну судя по вашим словам, мы полетим на Луну. Верно? Да. Ну вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Ну первая, во всяком случае, ее часть. Так что вот уже заканчивается работа над созданием корабля Федерации. И началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что здесь сомнений нет. Будем активно работать. Будем эту программу осуществлять. Это вопрос имиджа космической сверхдержавы. К Марсу, кстати, тоже полетим. Есть соответствующая программа. Мы же не можем, как Илон Маск, возвращать нашу ракету. Почему? Потому что они стартуют с Канаверал и подгоняют морскую платформу в ту точку, где должна свечкой сесть первая ступень. Мы-то где будем сажать ее? В Якутии, что ли? У нас есть хорошие программы, связанные с освоением дальнего космоса. Вот к 2022 году мы должны испытать, провести первое испытание сверхтяжелой ракеты. А к 2024 и 2022 году должны быть пуски в беспилотном режиме. А к 2024 уже пилотируемые аппараты должны использоваться. В общем и целом у нас большие, очень амбициозные планы в развитии космической сферы. Прилетели уж, наверное. В 2030 году уже будем на Луну ездить на работу, судя по всему. В 2031 году вы откроете офис на Марсе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok